Девушки отдыхают Мне неоднократно поступали просьбы объединить статьи блога, который многим попортил кровь, и написать книгу. Для удобства и соотнесения с блогом я назвал книгу «Тринадцать осколков». Каждый осколок – это область жизни, на одну из которых вы, возможно, наплевали. В мире все взаимосвязано, и склеив все осколки или собрав их воедино, мы постараемся совершить в сознании революцию. Говорят, что люди не меняются, что остаются такими, какими были всегда, и даже если их хорошенько встряхнуть, это будет напрасно. Моя задача в этой книге – не просто встряхнуть, это бесполезно. Моя задача – вытащить мозг читателя, хорошенько его пойметь, ну хорошо, говорили, прошить и вставить обратно. Цифра тринадцать – это отсылка к 2013 году, когда родился блог «Осколки». Какого черта книгу пишу я сам? Сначала я просто хотел взять энтузиаста и заплатить ему с тем, чтобы он из более чем 220 уникальных статей сделал книгу, но я послал этот способ подальше. В данном случае лучше всего сделать это тому, кто и является автором статей, то есть мне самому. Держу пари, что ты будешь в восторге от моей книги и своей последующей жизни. Я буду обращаться как к массе народа на «вы», так и конкретно к тебе, читатель, на «ты». Я буду обращаться как к женщинам, так и к мужчинам. Эта книга для сильных. Слабаки не воспримут даже первую главу про время и вернутся к своему размеренному образу жизни, где им ничего не угрожает, где им комфортно и никто не тычет пальцем в личность. Я знаю, что книга «Тринадцать осколков личности» вам действительно понравится, и вы возьмете из нее что-то эффективное. Когда-то я испытывал острый дефицит полезной литературы и в глубине души мечтал найти такую книгу, которая меня сломает пополам и выльет на меня ведро холодной мотивации. И вот я решил создать ее сам. Что будет в этой книге? Первый осколок. Это наше время. Мы научимся использовать его более разумно, так как его используют люди, добившиеся успеха. Мы научимся его ценить, мы станем его замечать. Второй осколок. Осознанность. Мы просто станем осознанными и начнем осознанную жизнь. Третий осколок. Смысл жизни. Мы отправимся в путь за поиском смысла жизни. Четвертый осколок. Мышление. Мы остановим неуправляемую машину у нас в голове и запустим процесс в нужную сторону. А также расширим мышление, используем силу разума и научимся контролировать мыслительные процессы. Пятый осколок. Знания. Мы вытряхнем из головы весь ненужный хлам и оставим только эффективные знания, которые реально сделают жизнь более продуктивной во всех ее аспектах. Шестой осколок. Личность. Мы сделаем нашу личность нестандартной и сильной. Седьмой осколок. Эмоции. Мы научимся управлять своими эмоциями и своей жизнью. Восьмой осколок. Привычки. Они делают людей сильнее или слабее. Мы сделаем так, чтобы получать от них только силу. Девятый осколок. Принципы. Принципы – это внутренний стержень, который поможет нам делать правильный выбор и будет нашей опорой в течение всей жизни. Десятый осколок. Бунт. Нельзя ловить тишь. Нужно бунтовать и жить более веселой, интересной и насыщенной жизнью. Одиннадцатый осколок. Цель и мечта. Мы научимся мечтать эффективно и, наконец, разберемся, почему абсолютное большинство людей не достигает целей. Двенадцатый осколок. Саморазвитие и личный рост. С чего начать, что делать и как правильно развиваться. Тринадцатый осколок. Заключение. Перед тем, как начать. Обычно все обращения ко мне начинаются классические. «Я случайно наткнулась на твой блог, книгу». «Нет. Не случайно. Вы находитесь на той стадии развития, когда у вас появляются вопросы. И, что главнее и важнее, вы ищете ответы. Вы не просто удовлетворяетесь размышлениями. Нет. Вы ищете. Вы читаете сайты, блоги и книги. Вы не соглашаетесь деградировать. Вы готовы решительно действовать, что-то предпринимать. Вы обращаетесь к авторам. Вы не останавливаетесь. И это все не случайно. Хотя может казаться, что это происходит совершенно случайным образом, но это не так. Любой человек, книга или события, которые встречаются тебе на пути – это закономерность. Цепочка событий, цепочка мыслей всегда ведет к чему-то, что может восприниматься как обычная случайность – совпадение. Мозг не может определить связь между ближайшими событиями и тем, что происходит сейчас. Он не берет в расчет все ходы, сделанные тобой за длинный промежуток времени. Если ты будешь думать широко и мыслить более глобально, не на уровне «что же мне сегодня купить в магазине, как вылить очередную сплетню в ухо собеседнику», то ты поймешь меня. Ты поймешь все, о чем я пишу. Случайности не случайны. Именно поэтому ты и читаешь эту книгу. И совершенно не важно, как она к тебе попала. Она у тебя в руках. И это значит, что так и должно было произойти. Предисловие «Большой успех состоит из мелочей». Грандиозный успех состоит из ежедневных мелочей. Если брать совсем уж глобально, то каждый миг имеет значение. Из секунд складываются наши минуты, часы, дни и года. Если грамотно проводить эти мгновения, как успеха может не быть? Это ясно и понятно. Однако, многие возражают, а когда мне жить? Вот буду я идти по карьерной лестнице, буду развиваться, совершенствовать свои навыки и работать над собой. А жить-то когда? Жить. А что такое жить для этих людей? Это каждый долбанный день делать одно и то же. День сурка. Жизнь у человека называет свою квартиру, работу, маршрут от дома до работы, интернет и мечты о несбыточном. Следующая фраза «Вам очень не понравится, но…» Вам нравится быть мягким. В фильме «Мирный воин» Сократ сказал Дэну. Смерть – это не печально. Печально, что большинство людей не живут вообще. И под этими словами я расписываюсь жирным красным маркером и подчеркиваю три раза. Так оно и есть. Такие люди будут смотреть на тебя, как на придурка, когда ты идешь на пробежку в дождь или работаешь на Новый год, когда все нормальные люди отдыхают. Если ты ведешь здоровый образ жизни, то вообще назовут баптистом. Меня, кстати, называли баптистом. И сектантом. Людям слишком странно, что я не пью, не курю, имею цели и свои принципы в жизни, куда-то вечно стремлюсь, занимаюсь спортом, пишу книги и статьи и так далее. Они не понимают, а жить-то когда? Все хотят успеха. Но никто не может наступить на самого себя, чтобы ему, бедненькому, не пришлось испытывать дискомфорт. Хотя где дискомфорт, там и возможности человека. Здесь, в уютной и теплой зоне комфорта, все уже давно занято такими же, как и ты. Самодисциплины. Меня веселят поэмы про самодисциплину. Все авторы таких статей и книг прекрасно знают, что дисциплина – это жесть. Это железные оковы, которые ведут тебя к успеху, но люди лучше будут прозябать, чем заставят себя носить оковы. У них всегда есть сомнения, а вдруг не получится. Да е-мое, конечно, не получится, если ты ничего не сделаешь. Так вот, человек хочет жить, развлекаться в безопасности. В этом смысл жизни большинства. Это серая масса, где каждый ее отдельный член считает себя чуть ли не полубогом, при этом ни черта в своей жизни не создавая. Так, родился, пошумел, намусорил, да и похоронили. Был человек и нет человека. И толку от него тоже нет. Зачем куда-то стремиться, если у тебя есть, первое – комфорт. Второе – развлечение. Естественно, все стремления переходят на уровень мечты. Ложится человек спать или едет в машине, и нет-нет, а задумывается о том, что все могло бы быть иначе, что хотя жизнь и наполнена развлечениями, дешевыми шоу, но все равно как-то скучно. Чего-то не хватает. Человек в итоге присыщается этим. Привычка плюс присыщение равно замкнутый круг. Но время безжалостно. Становится уже поздно что-то менять. Ты уже в возрасте, энергии в два раза меньше, мышление работает вяло, сексуальность падает в ноль, привычки держат тебя на цепи, как давно смирившегося пса. Ты привык каждый день дрочить свои пристрастия, и они с годами стали частью тебя. Большой успех состоит из мелочей. Большое разочарование в жизни состоит тоже из мелочей. Все, что ты делаешь сегодня, это инвестиция в завтра. Если ты делаешь дрянь сейчас, запах дряни скажет тебе «Ау, в будущем!» Это закон. Но есть еще кое-что. Это про тебя. Каждый, кто прочел эти строки, скажет. Но это не про меня. Я смогу изменить свою жизнь, когда петух клюнет в теме. Какие же вы уникальные! Ага, и это в 99,9% лично мне говорит только об одном. Если вы так подумали, то значит, это написано как раз-таки про вас и только про вас. Любимая мысль – это не обо мне. Уж я-то таит в себе опасность. Человек надеется на лучшее. А такая надежда – самообман. То есть вы лжете себе и при этом закрываете лицо руками, чтобы потом открыть уже морщинистое старое лицо и с ужасом осознать, что я был прав. И останется только одно – нет, не меняться. Будет уже поздно. Вы поймете, что лучшие годы жизни уже прошли, и каждое мгновение вы инвестировали в то, что вам уже осточертело. В крах и в то, что вам не нужно. Вы стали еще одним нищим пенсионером, и в этой луже нужно, эх, привыкать к этой луже нужно. Приспосабливаться. Найти в ней пару притянутых за уши плюсов, греть ее и благоустраивать. А могло быть все иначе. Эх, могло. И это будет основной темой разговоров с такими же, как и вы. Вам нужно будет просто выговориться, хотя вас никто не будет слушать. Все будут ждать, пока вы закончите эхать и охать, и затянут свою нудную пластинку о серой жизни, в которой все могло быть иначе. Большой успех состоит из мелочей. Эту фразу я каждый день читал в лифте на рекламном стенде. Читал и думал. Мелочь – это твоя секунда, которая пройдет после того, как ты прочтешь эти строки. Это тот миг, который будет происходить всегда. Ты думаешь, у тебя есть выбор, что делать в следующий миг? Ты прав, но этот выбор ты вряд ли сделаешь. Потому что тебе нужно жить, развлекаться и быть в своей рамке. Плюс ко всему давав сюда ограничивающую надежду, что это не про тебя написано, и на выходе, встречаясь с распростертыми объятиями, еще одно нереализовавшееся существо. Какого ты там пола? В худшем случае измеряйте мгновение часами. Если ваш предыдущий час прошел бездарно, то вы стали и еще бездарнее на этот час. И куда же без этого? Вы всегда думаете, что нагоните, измените, усовершенствуетесь. Так думали все. Этот крючок заклотили все неудачники. Почему вы считаете, что вы... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok